18 сентября 2016 года состоятся выборы депутатов в Государственную Думу Российской Федерации. Седьмые по счету, но первые для Крыма и Севастополя. Первые выборы в Госдуму, которые пройдут не в декабре, а в сентябре. И это далеко не все их особенности. Мы попытались разобраться во всех нюансах выборной кампании 2016 года. Согласно указу президента России Владимира Путина, подписанного 18 июня 2016 года, выборы в Государственную Думу состоятся 18 сентября. С момента публикации указа началась избирательная кампания. В Ненецком округе старт избирательной кампании дали в региональном избиркоме, проведя специальное совещание. На нем рассмотрели ряд организационных вопросов. В том числе члены избирательной комиссии согласовали решение о количестве подписей, которыми необходимо заручиться кандидату самоводвиженцу. В соответствии с федеральным законом о выборах депутатов Государственной Думы, если в избирательном округе проживает менее 100 тысяч избирателей, то самоводвиженцам необходимо заручиться поддержкой не менее трех тысяч человек. В Ненецком округе по состоянию на 1 января 2016 года зарегистрировано 33 тысячи избирателей. Соответственно, кандидату, который решился выдвинуть свою кандидатуру в порядку самоводвижения, пришлось собирать утвержденное количество подписей. Что касается политических партий, то без сбора подписей в выборах депутатов Государственной Думы имеют право участвовать 14 из 75 зарегистрированных в России партийных объединений. Кроме того, на заседании избирательной комиссии были утверждены рабочие группы. Первая об информационных спорах, вторая рабочая группа занялась приемкой и проверкой избирательных документов. В ее состав, помимо представителей избирательной комиссии и других структур, вошли специалисты-почерковеды. Потому что все подписи, если касаемо документов, которые для регистрации издают самоводвиженцы, а это в первую очередь, чем они отличаются от кандидатов-одномандатников, тем, что они предоставляют подписные листы с подписями. И все подписные листы, скажем так, если мы назвали количество 3000 подписей, они будут все проверяться на предмет действительности или недействительности, достоверности или недостоверности экспертам-почерковедам. Возвращение смешанной системы формирования парламента делает предстоящие выборы особенными. Половину мест 225 из 450 в Новой Думе займут одномандатники, которые одержат победу в своих округах. Другую половину кресел поделят партии в соответствии с числом набранных голосов. Точно такая же модель была на парламентских выборах в период с 1993 по 2003 годы, а в 2007 и 2011 годах россияне голосовали только за партии. Отличительная черта нынешней думской компании и ее высокая конкурентность. За 450 мест в Госдуме поборется более 6500 кандидатов. Конкурс на выборах таким образом составит 14500 человека на место. Это больше, чем в прошлый раз. В 2011 году в парламент баллотировалось 3087 кандидатов. Что касается одномандатников, то суммарно по всем 225 округам зарегистрировано около 2100 кандидатов. В среднем почти 10 человек на место. Еще одно отличие стало больше партий. Участников парламентской гонки 2016-го ровно в два раза больше, чем в 2011 году. Тогда в стране де Йора существовало всего семь партий, и все они шли в Думу. В нынешних парламентских выборах по списку участвуют 14 партий. Каждая политическая партия представляет Центральную избирательную комиссию России список, состоящий не менее чем из 200 и не более чем из 400 кандидатов. В данном списке партий должно быть отражена так называемая общая федеральная часть. Она не может превышать 10 кандидатов. Может быть один кандидат, может быть максимум 10. И, соответственно, внутри списка есть уже так называемые региональные группы. Данных региональных групп не должно быть менее 35. Эти региональные группы должны охватывать всю территорию Российской Федерации без исключения. 18 сентября этого года жители Нейнского округа выберут одного кандидата. Он будет представлять интересы нашего региона в качестве депутата Госдумы в Москве. Кандидаты по одномандатному избирательному округу могли пойти на выборы как от политических партий, так и в роли самоводвиженцев. То есть 225 депутатов будут избраны по поперциональной системе, то есть по партийным спискам. И, соответственно, 225 депутатов будут избраны по одномандатным избирательным округам. Средняя норма представительства в одном одномандатном избирательном округе порядка полумиллиона избирателей. В связи с этим при нарезке одномандатных избирательных округов таким субъектам Федерации, как Ненинский автономный округ и Нечкотский автономный округ, в качестве исключения было выделено по одному одномандатному округу. 4 ноября 2015 года президент Владимир Путин подписал федеральные законы об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Государственной Думы и о внесении изменений в федеральный закон об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации. Схема одномандатных избирательных округов утверждена федеральным законом сроком на 10 лет. Нарезка их произведена таким образом, чтобы обеспечить относительно равное представительство избирателей в каждом из них. В Ненинском округе образован одномандатный избирательный округ номер 221. Новшества в предстоящую выборную кампанию ждут и избиратели. В частности, они касаются тех, кто имеет временную прописку по месту пребывания. Граждане, имеющие временную регистрацию на территории Ненинского округа, смогут проголосовать не только за федеральный список кандидатов, но и за кандидатов одномандатников. Правда, при соблюдении определенных условий. Для этого необходимо было написать заявление в соответствующую территориальную избирательную комиссию. Он получает право проголосовать не только по федеральному избирательному округу, по партийным спискам, по бюллетеням, в которых указаны партийные списки, но в том числе у него появляется право проголосовать и по одномандатному избирательному округу и получить избирательный бюллетень по одномандатному избирательному округу номер 221. Голосовать граждане, имеющие временную регистрацию по месту пребывания на территории Ненинского округа, будут на избирательном участке во Дворце культуры Арктика. Жители Ненинского округа смогут проголосовать на выборах в Госдуму за пределами региона. Специальной связью из Центральной избирательной комиссии в Нарьинмар доставили 500 экземпляров открепительных удостоверений. Посылка пришла под грифом «Секретно» с пометкой «Выборные». Открепительные удостоверения – это бланк строгой отчетности. Они поступают к нам централизованно из Центральной избирательной комиссии, изготавливаются они там. В свою очередь, избирательная комиссия субъекта Российской Федерации, то есть избирательная комиссия Ненинского автономного округа, передает эти открепительные удостоверения в Территориальной избирательной комиссии. Ну и, соответственно, Территориальной избирательной комиссии по истечении времени, периодов в которой открепительные удостоверения выдаются в наших комиссиях, и передают их в участковой избирательной комиссии. До 6 сентября документы можно было получить в здании мэрии в поселке Искателе. До 17 сентября удостоверения будут выдавать в участковой избирательной комиссии по месту жительства. Обязательно избиратель, приходящий за открепительным удостоверением, должен предъявить свой паспорт. Избирательная комиссия проверяет наличие данного избирателя в списке избирателей и, соответственно, выдает ему открепительное удостоверение. Для тех, кто проживает или работает в труднодоступных местностях, в Нейнском округе организовано досрочное голосование. В досрочном порядке голоса за кандидатов и партия дадут свыше 5000 избирателей. Транспортные услуги по организации и проведению выборов окажет Наринмарский объединенный авиаотряд. Всего запланировано 27 вылетов. По информации избирательной комиссии Нейнского округа, участие в голосовании примут 5 оленеводческих хозяйств и 9 семейно-родовых общин, которые представили координаты кочующих бригад. График вылетов к нефтяникам сформирован с учетом перевахтовки работников. Перевахтовка основная на 15 сентября запланирована, поэтому у нас основная масса полетов будет проходить 16-17 сентября по нефтяникам. Потому что вахта сменилась, они улетают домой, то есть дома спокойно голосуют, а уже на месторождении те, кто залетели и будут 18 сентября находиться на нефтепромысле. Члены участковых избирательных комиссий побывают на 23 месторождениях, в том числе на морской ледостойке стационарной платформе «Приразломная». Первыми участие в досрочном голосовании приняли нефтяники, работающие на Восточно-Сартоюзском месторождении. Для проведения голосований выбрали одну из комнат в производственном помещении. Перед началом – проведение всех необходимых организационных процедур. Мы его закрываем, будем опланировать. Татьяна Макарина в выездном досрочном голосовании принимает участие уже во второй раз. Говорит, что работать приходится буквально в полевых условиях. Быстро на месте ориентируемся, что куда, аппаратуру поставить, ящик, что еще, ширма. Это тоже должно быть какое-то место распределить. С технической стороны досрочное голосование мало чем отличается от обычных выборов. Избиратель точно так же предоставляет паспорт, его данные вносятся в списки избирателей и получают бюллетень. Всего на Восточно-Сартоюзском месторождении за полтора часа проголосовали 35 человек. Дальше выбранный вертолет держит путь на месторождении имени Рассихина. На месторождении голосуют вахтовики из Башкирии, Мурманска, Дагестана и Архангельска. Из числа жителей Нейнского округа всего 4 человека. Среди них Дмитрий Белянин. Сразу приехали. Можно сразу проголосовать на рабочем месте, не пропустив этого. Всего на месторождении имени Рассихина проголосовали 39 человек. После опечатывания урны, сбор документов, оборудования и в путь. Бюллетени, которые были опущены в урны на месторождениях, будут находиться в них до 18 сентября. Бюллетени достанут только во время подсчета голосов. Аукцион на оказание транспортных услуг по организации проведения выборов, объявленный окружным избиркомом, выиграл Наринмарский объединенный авиаотряд. Стоимость его услуг составит 13,2 миллиона рублей. Дополнительно 5 миллионов выделено на полеты в стоябище оленеводов. Мероприятие финансируется за счет федерального бюджета. На выборах в Госдуму будет организовано голосование на дому для категории граждан старше 80 лет, а также для тех, кто по состоянию здоровья не сможет самостоятельно добраться до избирательных участков. Голосование на дому проводится по заявлению граждан и будут принимать до 14 часов дня голосования. Всего в Нейнском округе будет действовать 51 избирательный участок, 11 в городе, еще 5 в поселках-искателе и 35 в сельских населенных пунктах. На трех участках в Наринмаре номер 47, 48 и 50 будут использованы комплексы обработки избирательных бюллетеней КАИБ-2010. На избирательных участках избирателей Нейнского округа получат на руки по два бюллетеня. Избирательные бюллетени выглядят у нас следующим образом. Один избирательный бюллетень на избирательных участках избирателей получат по федеральному избирательному округу, где будут указаны наименования партии, эмблемы и лица, которые входят в общую федеральную часть списка, а также будет указана региональная группа, в которую территориально входит Нейнский автономный округ, и фамилии представителей данной партии. Отличие избирательного бюллетеня по одномандатному избирательному округу состоит в том, что здесь будут в алфавитном порядке располагаться фамилии, имена и отчества кандидатов, которые зарегистрированы по одномандатному избирательному округу номер 221. Вот таким образом он выглядит. Здесь располагаются сведения об кандидате, кратко его биографические данные, положение, которое он занимает, место работы, для того, чтобы избиратель смог определиться со своим выбором. На выборах в Государственную Думу будут работать наблюдатели. Внесенные в федеральный закон поправки ограничивают число наблюдателей, не более двух, которых может назначить в каждую избирательную комиссию, разрегистрированный кандидат или политическая партия. Их список с указанием фамилии, имени и отчества каждого наблюдателя, адреса места жителя, номер избирательного участка и номинование комиссии подается в соответствующую избирательную комиссию не позднее, чем за три дня до дня голосования. Одно лицо может быть назначено наблюдателем только в одну комиссию. Наблюдатель вправе осуществлять фото- и видеосъемку. В случае нарушения наблюдателем избирательного законодательства его удаление из помещения для голосования возможно только по решению суда. Кроме того, федеральный закон предусматривает, что кандидат или избирательное объединение вправе прекращать полномочия назначенного имя члена комиссии с правом совещательного голоса и назначать нового в ту же комиссию не более пяти раз. В единый день голосования задействует более 140 сотрудников окружной полиции. Ведомство будет обеспечивать безопасность проведения выборов и осуществлять контроль за соблюдением общественного порядка. Также помощь будут оказывать сотрудники добровольных народных дружин и частных охранных организаций. Сотрудники ОМВД России по Ненинскому округу в период проведения выборов будут нести службу в усиленном режиме. В день голосования на каждой избирательном участке всего их более 50 полицейским будет проводиться досмотр граждан металлоискателями. Также в единый день голосования без внимания полицейских не останутся населенные пункты. В тех селах, где нет участковых либо сотрудников полиции, будут откомандированы с управления сотрудники. Таких сел у нас порядка 20 на сегодняшний день. В целом, к проведению выборов управление внутренних дел по Ненинскому округу готово. Непосредственно перед проведением выборов все избирательные участки будут еще раз обследованы на предмет отсутствия взрывчатых веществ, взрывных устройств и других подозрительных предметов. С этого момента начнется непрерывная полицейская охрана всех избирательных участков. Напомню, что единый день голосования пройдет 18 сентября 2016 года.